Справочник «Физические лица». Ввод сведений о физическом лице Севастьянове. Меню «Зарплата» «Физические лица». Справочник предназначен для хранения информации общего характера о работниках организации, не связанной с выполнением конкретных должностных обязанностей. С помощью кнопки «Добавить» откроем диалоговое окно, в котором производится редактирование и ввод новой информации о физическом лице. Внесем данные. Имя – Севастьянов Алексей Дмитриевич. В разделе «Основные данные» обязательно следует указать пол и дату рождения для расчета страховой и накопительной части пенсии. Дата рождения – 27 сентября 1977 года. Пол – мужской. Место рождения заполняется в соответствии с требованиями Пенсионного фонда Российской Федерации. Открываем форму «Место рождения» и укажем город. «Екатеринбург». Кнопкой «Ок» сохраняем значение. «Удостоверение» нажимаем на кнопку выбора. Появляется окно для ввода паспортных данных. Для выбора вида документа в форме ввода паспортных данных открываем справочник документов, удостоверяющих личность. Новый элемент в справочник добавим с помощью кнопки «Подбор». При этом открывается справочник документов, удостоверяющих личность. Находим в нем паспорт гражданина России и дважды щелкаем по нему мышью. Нажимаем на кнопку «Ок» и закрываем справочник виды документов, удостоверяющих личность. Выбираем значение справочника в форму документа «Серия», «Номер», «Дата выдачи», кем выдан ОВД «Солнцево» города Москва от подразделения. Дата регистрации по месту жительства – 12 декабря 1998 года. Кнопка «Ок» – сохраняем паспортные данные. Гражданство – нажимаем на кнопку выбора. Открывается форма для ввода сведений о гражданстве. Страна – выбираем из классификатора стран мира. Российская Федерация. Если сотрудник не имеет права на пенсию или не является налоговым резидентом, устанавливаются соответствующие флаги. Сохраняем внесенные данные. Кнопка «Ок». В разделе «Индивидуальные номера» укажем страховой номер ПФР и ИНН сотрудника. В разделе «Контактная информация» заполним реквизит «Адрес по прописке физического лица». Адрес заполняется через кнопку выбора в графе представления. Его можно ввести вручную или при помощи адресного классификатора. «Регион», «Москва», «Улица», «Авиаторов», «Дом 16», «Квартира 12», «Индекс» 119,620. Сохраним данные кнопкой «Ок». Для ввода сведений, необходимых для исчисления НДФЛ, нажимаем на кнопку «НДФЛ» на командной панели формы элемента справочника. На вопрос программы о необходимости записать элемент отвечаем «Ок». На закладке «Вычеты» раздел «Право на стандартные вычеты» нажмем на кнопку «Добавить». Дата 1 сентября 2006 года. Код вычета личный, выбираем из справочника, значение 400 рублей на налогоплательщика. Код вычета на детей, выбираем стандартный вычет на каждого ребенка – 600 рублей. Количество детей – 1. В разделе «Применение вычетов» нажимаем на кнопку «Добавить» и установим дату, с которой будут применяться вычеты – 1 сентября 2006 года. И организацию – ООО «Константа». На закладке «Доходы на предыдущих местах работы» указываются данные, необходимые для контроля совокупного дохода физического лица в течение отчетного периода. Заполнять эту закладку не будем. Кнопкой «ОК» закрываем форму ввода данных по НДФЛ. Для сохранения данных о сотруднике нажимаем на кнопку «ОК». «ОК». «ОК» «ОК»